Мы более простыми словами можем отвечать на подобные вопросы. Политик, если бы вы сейчас поставили сюда президента нашей страны Владимира Владимировича Путина, или Дмитрия Анатольевича Медведева, или Лаврова, они бы отвечали по-другому. Тоже правильно, тоже досконально, тоже емко, с цифрами, с глобальными пояснениями. Но это были бы ответы для более профессионального, это были бы ответы для Госдумы, для чиновников. А иногда нужны ответы для обыкновенного человека, который включает телевизор, включает интернет, смотрит YouTube. И он хочет для себя понять простые ответы на очень сложные вопросы от людей, которым он, может быть, доверяет. Я не говорю сейчас про себя, но, может быть, доверяет другому, актеру, певцу. И его иногда нескладный ответ на политический или на другой вопрос, все равно таить в себя ту самую маленькую толику истины, которая, наверное, может открыть свет на вопрос того человека, кто это смотрит. Вот с этой точки зрения мне кажется все очень логично. Я устаю смотреть поздно. Правда, хочется простого. Хочется иногда простого. Поздно для тех, кто поздно пришел к этому, и для тех, кто хочет именно вот так, неспешно, с огромным количеством непонятных слов, услышать вопрос на вопрос, вопросом к вопросу. А людям иногда нужен просто ответ. Прямой, ясный, доступный. Поэтому чем больше людей будут отвечать просто на сложные вопросы, тем нам с ними будет легче разобраться. Самое главное всегда, я считаю, что нужно не забывать о том, что когда вопросы касаются тебя, твоей Родины и твоего государства, ответы должны быть настолько правильными, чтобы тебе потом, как человеку, кто здесь живет, не было бы стыдно за те ответы, которые ты когда-то давал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!